Так вот, будучи в ущелье Темби, а вы помните, мы вчера были в этом ущелье, вот там Аполлон туда придет смыть руки от крови к реке Пиньос. Именно там он увидит вот эту красавицу-девушку. Он, конечно, влюбился, но Адафни начинает убегать. И как только-только он должен был ее настичь, Адафни, подняв руки кверху, к небу, обратилась за помощью к олимпийским богам. Боги ей помогли, но превратили ее в лавровое дерево. То есть тело ее покрылось корой, а из рук, из пальцев это листва. Почему? Первый храм, который возник здесь, в его святилище, когда он уже вернулся после этой службы, это был... Вот уже виднеются первые дома. К сожалению, понимают, что дельфы под этим поселком, они, конечно, будут просить, умолять этих людей уйти. Куда уйти? Конечно, пришлось построить новый городок, вот такой, то, что мы видим с вами, справа-слева небольшой поселок. Люди переходят в эти новые дома, а те старые были смесены. И, конечно, проводились раскопки. То, что мы сегодня с вами увидим, вначале... Нужно внимательно и аккуратно, то есть подумайте. Шесть глотков это... Значит, сейчас... Если у вас половина есть, то вы ее потеряете. А если нет... То приобретете. То вы ее найдете. Девять глотков станете поэтом. Мы идем к Кастарскому источнику. Три глотка омоложения. Шесть. Если есть половина, потеря. Если нет половины, приобретение. Кастарский ключ. Раскопки в Дельфах. Кастарский ключ. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Средние сохранились. Ну, не весь, конечно, храм, но хоть что-то. Значит, она поднималась туда. Путешествуя по священной дороге, она, конечно, не имела права ни с кем разговаривать, ни в какие диалоги вступать. И проходила в храм Аполлона. И предсказала будущее, и каким образом это потихонечку все будем освещать. Значит, вот, вот это святилище. Значит, вначале это было святилище. И отметил, что вожак в садах козел пропадает. Каждый день пропадает. Нет его. В саде, как вы понимаете, порядка нет. Возвращается он только вечером. Борода мокрая. Весь доволен собой. Придел, скачет, бодается и так далее. Ну, он решил проследить за этим козлом. И сделал все то, что козел делал. То есть, напился в Одессе из Кастайского клеща. Поменялся с расцветом Дельфийского клеща, которое перетянуло на себя всю славу. И посланцы Креджа, и римские императоры, и великие гречи, великие мудрецы и философы. Это культурный центр также. Здесь не город был, да? Нет. Святилище. Святилище. Мы будем сегодня проезжать этот район. А вот тот самый-самый первый пуп земли. В музее вы увидите римскую копию. На обратном пути будете идти и фотографировать. В этой кладке две с половиной тысячи лет. С острова Лесбос строили. Теперь transportation надо arrestать girl from depth. Лосiev Филос授 tac. оси Огол Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Дельфы Родина Богов ДимаTorzok 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 То есть к мужскому началу, хоть женского, значит, это у меня здесь не только передошли для чего. Надо поставить левит и грибную самолону. Но мы не левитем, но видим рядышком изображения. Здесь сделаны изображения разных животных. Это значит, что это секунды, но наши дети, когда дети уже много путешествуют. Много пилот, и в этих пространствах. Конечно, они решат построить сотрудничницу, очень красивую, на самом деле, собирал. Здесь. 525 лет до нашей эры. И вообще слава этого святилища, что вообще рука с этот треножник и самому давать предсказание. И вот, дорогие друзья, тут как раз сняли из-за физической силы, а баллон, конечно, это духовная сила. Духовная побеждация. Значит, треножник остается здесь. Что мы видим? Бывка похищает Европу. На Акрополе, в Парфеноне. Но все эти статуи, друзья, они вывозились. Вывозились в Константинополь, и там они уже пропадали, исчезали, золото переправляли, от пожара уничтожались и так далее. Как и грань. И чеханка, и нитьё. И посмотрите, какого прекрасного серебряного быка подарили Аболову. То есть, значит, делали деревянное богатство, и он загажет ещё инкультировать золотом нижние части. Вот такой вот бык, размерами 2,30 на 1,25, он даже в таком виде, но он восхищает, да? Это всё мы говорим в шестой веке. Знакомое лицо где-то я видел. Что-то такое, да. Нет, не тоже. Они выбрасывали из святилища, ну разве что какая-то уже крошка, да? А да, есть ли статуя какая-то, упала там? Ну, все статуи, в том числе, благодаря этому правилу, и нашли что-то, извините, что-то. Значит, четвёрка коней, вот, по-вешку отправлен. Четвёрка коней на этой колесе. Ну вот, конечно. Да. Почему я так, пожалуйста. Не ничем. Музыканты древней Греции. 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 Два муты. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Вместе со своей супругой Евой Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Сейчас мы делаем с вами остановочку Субтитры подогнал «Симон» Но тут уж зависит не от Моисея Сейчас просто два слова закончу Аристотель не будет ожидать суда, как это делал Сократ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Он всматривается вдаль И увидев Черные паруса Он понимает, что сына потерял Этой утраты не переносит И бросится в море Римский канал Яническое море Субтитры подогнал «Симон» 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 Уговорил Аида Отпустить его на один-два дня Потому что он На землю Потому что он не успел Попрощаться со своими друзьями И родственниками Наивный Аид отпускает Прошел день-два Прошла неделя Агитер, вы знаете, это прислужницы Жрицы любви И, конечно же, они находились В этом святилище Афродиты Которые можно увидеть Афинская личность историческая Действительно, они Нет, дорогие друзья С приходом христиан Хотя она нам не видна Но она там есть Затем с приходом турок 1458 попадет В большой гриб попадет И оттуда будет вбить вода А гриб по-гречески Микитас Отсюда и название Микены Ну, сейчас мы проезжаем Друзья, с вами Современный Город Микены Этот поселок, друзья Существовал и раньше Правда Был совершенно другим названием Но с приходом сюда Генриха Шлимана Который Находит древние Микены Конечно, все здесь В этом поселке Меняется Все таверночки Все домики Они становятся Эфигений Агамимноном Еленой Прекрасной Минем Чужие все Трою И Микены Значит После Персея Микенами будет править Один царь Второй Третий И так Несколько поколений Еще брат Фиест Родной брат Он думает Что все нормально Память думает У Атрея плохая Он уже ничего не вспомнит Но Атрей Ничего не забыл И когда Фиест Возвращается И хочет Чтоб был Миновей Атрея Агамимон И Минеман Это Затем Будем говорить Атрей был похоронен Друзья Здесь Прекрасная Минем Это Тринадцать Минем Друзья Скажите Как стоили Мы Друзья 13 Минем Наши 13 14 Это 13 Век Субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошее месторасположение, так как со всех сторон был он двух сторон Венчальное искусство Микен Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok